Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о том, как более правильно и более качественно обрезать обои вдоль откоса. Если у вас стоят пластиковые откосы и после того, как будут наклеены обои, он будет обрамляться пластиковым уголком, то в принципе это видео не для вас. В вашем случае обои вы можете прорезать просто по пластику, вам достаточно большой точности не требуется и какие-то неровности вам будут не так страшны, так как все равно в итоге все края будут закрыты пластиковым уголком. Но бывают такие ситуации, когда откосы на штукатуре не покрашены, либо отделаны сэндвичем так, что в процессе работы не предполагается установка пластикового наружного уголка. В данном случае этот ролик будет для вас полезен. Приятного аппетита! И так, как чаще всего мастера подрезают обои вдоль откоса? После того, как обои наклеены на стену, они как правило наступают за откос какой-то своей небольшой частью, берется обычный канцелярский нож и используя откос как направляющий, делается прорез обоев вдоль откоса. Чем плох этот метод? Мы тоже до какого-то времени пользовались именно таким методом, но чем он плох и что в итоге после такого способа подреза приходилось делать? Так как откос окрашен краской, то краска поверх откоса ложится небольшой пленочкой. Для этого способа берется новое лезвие. Так как если резать старым лезвием, то намокшие обои, они могут просто напрямую порваться. Соответственно, вы поставили новое лезвие в нож и начинаете прорезать обоину вдоль откоса. Так как лезвие новое и острое, и вы ведете лезвие по откосу, то срезать часть краски очень легко и просто. Соответственно, после того, как вы отрезали обоину, вы наблюдаете такую картину, что часть краски с удалочкой на откосе у вас просто-напросто срезана. В данном случае вы добавляете себе работу, так как вам необходимо потом брать маленькую кисточку и ювелирной работой подкрашивать эти небольшие срезы. Ну, я вам скажу, что никакая кисточка не сделает такую же фактуру ровную и не наложит такой же рисунок, как валик. Соответственно, вам необходимо здесь уже либо оттачивать свое мастерство наложения краски кисточкой под валик, либо использовать валик, но при этом есть риск замарать обои. То есть тут получается палка двух концов. У нас такие случаи были, я не спорю. Ну, мы, как правило, маленькими кисточками подмазывали и получалось достаточно хорошо, качественно. И это было незаметно для человека, который не знал, что там немножко подкрашено. Чем еще плох этот способ? Так как нож вы можете вести под разным углом относительно плоскости откоса, то есть можете вести его вот в таком положении, а можете немножко развенуть вот в таком положении. То есть, меняя вот этот угол, обоина срезается по разному. Соответственно, вы можете срезать ее либо под одним углом, либо под другим углом. И если обоина достаточно толстая, и вы ее срежете под разным углом, то это в итоге будет видно и будет не радовать глазом. К какому способу мы пришли в итоге в процессе работы? В процессе работы мы пришли к следующему способу. Как правило, как я уже говорил, обоина наклеивается чуть дальше откоса. Потом мы просто берем, перерезаем часть лишних обоих, чтобы она нам не мешалась, оставляем буквально 2-3 сантиметра. И остается часть, которая нам необходимо достаточно ровно и точно подрезать. Резать ее вот так по откосу не получается всегда хорошо. Сейчас я покажу способ, которым мы пользуемся. Скажу сразу, что для этого способа тоже необходимо некая сноровка. Но, как показала практика, риск повредить откос снижается в несколько раз. И после того, как вы наберете руку, то он сводится практически на нет. Итак, для этого способа необходим шпатель с достаточно толстым металлом основанием. Что мы делаем? Мы подставляем шпатель на угол откоса, при этом шпатель у нас торчит буквально на сантиметр относительно откоса. И с обратной стороны, при помощи того же канцелярского ножика, вы прорезаете обоину по шпателю. Какие плюсы в этом способе? Во-первых, вы видите, как вы ведете ножик вдоль откоса. То есть, если вы в данном случае ведете нож, грубо говоря, на ощупь, по откосу, то в таком случае вы видите, как ваш лезвие идет вдоль откоса. Сейчас я сделаю первый разрез и покажу, что получится. Обратите внимание, какой ровный рез получается. Я сейчас постараюсь показать это поближе. Ну и после того, как вы прорезали, бывает, что выступает лишний клей, его также необходимо удалить влажной тряпочкой. Краска у нас моющаяся и, соответственно, влажная тряпка ей не повредит. Там вы можете наблюдать, какой идеально ровный рез получился у нас при помощи шпателя и канцелярского ножа. Ну что ж, на этом у меня все. Подрезайте обои ровно и красиво, и тогда вы не оставите шансов заказчику придраться к вашей работе. А с вами, как всегда, был Коньков Николай. Пока! Сделали все заводские стыки. И вот здесь на откосе у нас получилась вот такая небольшая кусочка обоих. То есть на него нужно подрезать. Убрать и подрезать его удачу откосу. Во-первых, неудобно. Резать по откосу ножом. Это, во-первых, неудобно. Не всегда можно зацепить рукой вот этот небольшой торчащий кусочек. И во-вторых, есть очень большая вариант срезать краску, так как лезвие очень острое. Для этих нужд, для этих нужд, нужно выиграть новое лезвие. И лезвие очень острое. Как мы поступаем? Очень оригинальный и в то же время очень точный способ. Прикладываем шпатель к откосу. Вот таким образом. Прижимаем его к откосу. Соответственно, мы не мараем краску. Прижимаем и начинаем резать острым лезвием по шпателю. Здесь, конечно, нужна небольшая сноровочка, чтобы не испортить откос. Но сделать это гораздо сложнее, чем мы будем делать это, прям, если будем резать по откосу. Вот такой вот аккуратный срез получается. Вот такой получается аккуратный рез. При этом наши обои абсолютно в одной плоскости края обоев с откосом. Здесь вот немножко подклеить надо. Клея, видите, нет. Сейчас подклеим. В одной плоскости с откосом. И выглядит это все очень красиво. И шов получился как будто заводской. То есть получился абсолютно заводской шов. Для сравнения, вот это заводской шов, а вот этот шов, который мы только что сделали, ничем абсолютно не отличается.